Ребята, всем привет! Сегодня мы выбираем озимую пшеницу Сорт Еланчик, сорт Таня Сейчас веду комбайны на поле Сегодня мы работаем с двумя комбайнами класс Камазы уже стоят Так что не переключайтесь Сегодня у нас будет жаркий день Погода удачная На дворе июль, первый день июля И соответственно в предвкушении уборки озимой пшеницы Уборка, знаковое событие Для любого сельхозпроизводителя Вот это у нас еланчик Более светлая это Таня Это кукуруза Ей очень плохо в этом году Приехали ребята На классах Разворачиваемся Дай бог, что сегодня все будет хорошо Без поломок, без происшествий Погода дает нам это сделать Капельку везения И хорошего настроения Итак, пшеничка Давно уже просит уборки Почернела немного Что тут у нас Ух ты какая Крупнозернистая Зерно укусил, зуб вылетел Пойду поздороваюсь Так ребят, вот убираем Ценичку Вот это у нас еланчик Более светлая это Таня Разница В сорте видна Балку видно тоже Вот такой вот общий вид В этом году Отзывы по пшенице Абсолютно разные Кто-то недоволен натурой Кто-то недоволен качеством Есть и то и другое Ну ладно, посмотрим Уберемся Другого нет варианта Все что уберем, все наше Так, по традиции Первый бункер забираем себе Друзья, сейчас летняя пора Кто-то уехал на море А кто-то направился на свои дачные участки Приводить их в порядок Собирать урожай со своих огородов Или просто проводить время Теплыми вечерами И для тех, кто занимается Своими земельными участками У меня есть предложение От Яндекс.Маркет В Яндекс.Маркете Вы найдете каталог С группой товаров Для сада и огорода Ссылку на каталог Я оставил в описании Под этим видео И в закрепленном комментарии Тут вы найдете Садовую технику Газонокосилки Триммеры Опрыскиватели Мойки Различный инвентарь Для сада и огорода Гербицид от сорняков И поливные машины А если ищите подарок Своим родным и близким То как вариант Можно присмотреть Здесь грили Мангалы Качели И многое другое Отличный подарок Для проведения летних вечеров К кругу близких вам людей А по вот этому промокоду У вас будет скидка 15% На группы товаров Поларис И акция действует До 24 июля Ссылка в описании Залетай, покупай Поехали дальше А зерно-то темное Давно я такого зерна не видел Бункер ориентировочно Как говорит Саня Комбайнер Примерно 5,5 тонн В среднем Пшеница Комбайн Класс Мега 2010 года выпуска В идеальном состоянии Видно, что Ребята сидят за ней Примерно на середине Увидели, как Второй класс Остановился Парадцы узнали В общем Слетел в патрубок Вылился антифриз Благо была запасная Запасная емкость 5 литров Влили Работа продолжилась Уборка Так или иначе идет Вот Для нас это Очень долгожданное событие Сами понимаете Более полугода сюда мы Вкладывали свои труды Узилия Время А иногда и здоровье Для того, чтобы В итоге За пару дней Собрать результаты Наших многодневных трудов Конечно же Уборка Вот Но это Знаковое событие Для любого Сельхозпроизводителя Мы ожидаем ее Мы ждем Этого момента Вот И надеемся Чтобы все прошло Без поломок Спокойно Вот Без всяких эксцессов И самое главное Без травм Без пожаров Вот Для этого Надо прилагать Усилия Техника безопасности Вот Рядышком Сразу же Подъехала Пожарка Трактор МТЗ Ну и все Все нормально Все продолжили Это бывает Итак Сорт Еланчик Вы знаете Ну Есть кое-где Такое Слегка Щупленькое Зерно Вот Но Да Вот оно Немного Деформировано И так далее Я это Связываю Все-таки С ранним Цветением Когда культура Спешит Созреть Ничего Хорошего В этом Нет Вот Потому что Ну Налив Должным образом Не будет Происходить Ну Не знаю Анализ Покажет Возможно Качество Будет Хорошим Достойным В этом Году Две Крайности Либо Натура Хорошая Либо Качество В средней Урожайности У нас По Высилковскому Району Я слышал Примерно От 45 Было И такое В Хороших Хозяйствах До Где-то 60 То есть Это Бывало И лучше Знаете Как Говорят Там Где Натура Была Большая Допустим Коллеги Сбрасывали Мне Фермеры Из Кавказского Района Там Натура 840 Понимаете Что это Здорово А Белок До 12 Допустим Вот В чем Прелесть Уборки Двумя Комбайнами Один Выгрузился Второй На Подъезде Такая Красота Итак Едем Работает Дискатор Двухрядный От Кубантильмаша Видно Что Ребята Знакомые К нам Здесь Идет Все Наш Ну а Я с Камазом Еду Выгружаться Прошли Через Весы В общем На Газоне Бруто У меня 10 980 Тара У газона 4 550 В общем 6400 С копейками Я везу Сейчас В данный Момент В газоне Идет Нормально Кстати С учетом Того Что Резина У меня Уже Стоит Новая Как Вы Могли Знать И Видите У меня Ранее В канале У меня Была Проблема В общем Со своими Родными Шинами Они У меня Потрескались Шишки Полезны Поставил Китайскую Санфу По-моему Так Она Называется У меня 16 Слойная И Вот Можно Сказать На ней Сейчас Первый Рейс Делаю Все Нормально Рейс 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 ухо черная пшеница но это еще ничего не значит что тут качество будет хорошее белобокость есть все равно небольшая и 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 Это отличный результат. Мы собирали 20. Производим отбор анализа фрапса. Вот таким этот образом производится. С щупом. А здесь высыпается пшеница. И моя буферная зона. Да, пшеница прям ярко. Такого оранжевого цвета. Так. Ну все нормально. Забирай. Покажу вам немного складскую работу. Сергей Алексеевич у нас работает на 12.21. На нашем работяге. На базе жара у нас встал вопрос. Как защитить сейчас у нас две кучи. Одна из них рапс, другая пшеница, которая вот-вот постоянно растет. В общем, принял решение. Какой-то повод сейчас какой-то постелим. И на этом все. Это кукуруза. Ей очень плохо в этом году. Влаги катастрофически не хватает. Кукуруза скручивает лист в надежде сохранить ее, чтобы листовая поверхность меньше испарялась. А, к сожалению, я уверен, что этот год будет не для пропашных культур. Нежели был прошлый. Так что, этот год, видимо, я даже не знаю, чей. Вот, слышали, да, в разговоре сейчас я с Артемом из компании Эвко общался. Мой знакомый коллега, мы с ним вместе учились. Юра, привет, если ты меня смотришь. Вот, он молодец в том плане, что урожайность по гороху у него 40 центнеров с гектара. Ну, вообще, красавец. Вот, в то время как средние показатели по урожаю по гороху где-то 25-32. Вот в таких пределах. И люди довольны. Это здорово. По РАПСу в районе 40 по нашей зоне. Восилковский район, Тихорецкий. Вот, от 37 до 42 центнеров с гектара в разных хозяйствах. Тоже неплохо. По пшенице, ну вот, что-то и не очень и по валу, и не очень по качеству. Особенно качество. Сейчас позвонил на один завод, который у нас мукомольный переработчик. Те сказали, ребята, мы смотрим пшеницу только от протеина 13,5. Как так? Ну, прям говорит, потому что протеин 11,12, говорит, ну ее полно. Она вообще никому не нужна, эта пшеница. Вот такие вот дела. На данный момент. Что предварительно известно? А известно то, что Таня по своему валу сыпет больше. По поводу качества сдал только на анализ Еланчик. Он у меня был самый первый. Я думаю, что завтра узнаю уже результаты. Комбайнеры тоже говорят, Таня сыпет больше. По урожайности где-то более 60. Более подробно, как всегда, будет в конце уборки. Друзья, доброе утро. Ночевал прямо в поле, возле комбайнов, потому что поле мы не успели убрать вчера. Соответственно, уберем его, добьем сегодня. Вот, поэтому никакие перегоны не нужны. Начнем прямо в поле. Сегодня мы завершим уборку азимой пшеницы сорта Еланчик и Таня. И будем переходить уже к уборке семенного материала стиль 18. Оставайтесь на связи. Приятного просмотра. Есть у нас на поле один проезд. И вот такая вот неожиданность в данный момент у нас произошла. Ну, не в данный момент, а дерево упало где-то недели две назад. Видно, что старая такая вот ветка. И как раз таки этот проезд нам удобен тем, когда машины там будут выезжать. Соответственно, они выезжают на трассу и не тратят время для переезда по полю, когда они груженные. Итак, давайте посмотрим, что мы сможем с этим сделать. Ну вот, собственно, для чего были наши труды. Все, проехали. Вот и здорово. Таким образом, мы сможем сокращать путь выезда машин. Теперь они будут уже заезжать отсюда непосредственно. Вот комбайны рядышком. И по полю не надо будет много ездить. Итак, Женя уже у меня дискует. Кировец первый день у нас был на ремонте. Там, в общем-то, Женя механизатор заметил, что вал был не в порядке. У него люфт был большой. Оказалось, разбиты подшипник и сальник. Поменяли, да поехали. Сколько это было? 20 лектаров еще стало? Здесь. Ну, начинали, да, минимум было 20. Сейчас уже комбайны ходят хорошо. Я не знаю. Сейчас прикину, примерно, сколько. Мне нравится, как настроены данные комбайны. И потери, ну, вообще минимальные по пшенице. Вот стал непосредственно вообще за этим мельчителем. Чисто. И зерно чистое. И вымолачивается хорошо. Итак, остались считанные гектары. Хотел сказать метры, но нет гектары. В общем, у нас вот здесь вот до балки. Сейчас комбайны эту загонку завершат. Я думаю, что все влезет в этот КамАЗ. Но осталось еще здесь. И там вдалеке, если вдруг камера может показать, вон там ходит Кировец. Сейчас попробуем мы с ним связаться. Жень, слышишь, как дела там? Нормально дискуется? Да, все нормально. Я понял. Значит, все отлично. Идеальная вещь. Сами слышали, какое качество звука. Вот. Правда, настроек столько, что сразу и не поймешь. Вот для себя настроили канал с частотой. Он у меня 13-й здесь. И 12-й. Ну, соответственно, 13-й вот на букве А мы общаемся и на этом. Все. Ситуация следующая. Эта машина уезжает, приедет еще одна. Но такое чувство, что ей весь этот объем может не влезть. Остаток. Поэтому принимаю решение сейчас уехать с поля. Приехать на газоне, чтобы подстраховаться. Если газона еще не хватит, тогда кому-то из ребят придется еще раз сюда приехать. Но это будет машина уже неполная. Вот. А как вы знаете, заказчик оплачивает полную машину, даже если она в конце уборки неполная. Договоренности у нас такие. Женя, я сейчас уезжаю. Поехал за газоном на всякий случай, чтобы подстраховаться. Сейчас приедет еще одна машина. Возможно, в нее не влезет. Поэтому нужен газон. Я поехал за газоном. Так что давай, ты тут, если что, на связи. Я поехал. Итак, последние метры. Все. Поле убрано. Даже практически полный КАМАЗ получается. В прицеп немного не влезет. Вернее, неполный будет прицеп. Сейчас бумкировка еще высыпется. У нас по Краснодарскому краю мы должны заключать договор с Центром оценки качества зерна. По-моему, Новороссийский филиал. И, соответственно, перед тем, как формировать и декларировать, вызываем инспектора для проведения госмониторинга. После этого отдается добро на декларирование. После этого уже делаются сдизы, накладные и так далее. Происходит реализация. Заправляемся. По условиям договора солярка моя. Поэтому заправляемся прямо здесь. Ну что, друзья, на этом все. Ну что могу сказать. Сорт Таня дала выше. Ее ориентировочная урожайность 72 где-то была. Еланчик потянул вниз. Общая урожайность у меня 64,5 центера с гектара. В принципе, золотая середина. Качества пока не знаю. Если мне на этот момент еще неизвестно, возможно, чуть позже я уже узнаю. Все, ребята, всем пока. До связи. До встречи на полях.